Страшный секрет семья Боярских вскрывала не одно поколение. Настоящая фамилия Боярских считалась неблагозвучной, нарушили правила, чтобы заменить. Этот секрет семья артиста хранит уже не одно поколение. Михаил Боярский стал по-настоящему знаменит после выхода фильма «Д'Артанен и три мушкетера». Артист давно заслужил звание легенды советского экрана и стал продолжателем целой актерской династии. Но лишь близкие знают, что на самом деле Боярский не его настоящая фамилия. Дело все в том, что дедушкой артиста был священнослужитель Александр Сигенюк. Еще в юности он решил поступать в духовную академию, но не был доволен тем, как звучит его фамилия. Поэтому перед тем, как стать студентом, он решил нарушить строгое для того времени правило. Александр взял фамилию своей матери Боярская. Именно ее он передал своему сыну Сергею, который решил связать жизнь с актерской профессией, а тот наследнику Михаилу, который появился на свет в конце 1949 года. И уже Михаил прославил род Боярских на всю страну, а его родственники уже не пытались восстановить свою настоящую прежнюю фамилию. Михаил Боярский уже давно перешел в статус живой легенды. Росэперолей в театре кино, а также музыкальная карьера сделали его настоящим героем России. Сейчас Д'Артаньян в Северуси почти не появляется в медийном пространстве, предпочитая жить тихой семейной жизнью с женой, детьми и внуками. Чем сейчас занимается Михаил Боярский? Вспомним некоторые страницы его биографии. Михаил Боярский – заядлый автомобилист, который много лет катался на отечественной Ниве. Лариса Лупиан признавалась, что замучилась ездить на этой машине и просила любимого сменить ее, потому что на ремонт уходило колоссальное количество денежных средств. «Ты же артист, стыдно уже на таком кататься, – в сердцах сказала жена Боярскому». После этого актер купил кроссовер «Опель», а затем пересел на премиальный «Мерседес». При этом он рассказал, что для него все навороты в авто не нужны, он даже на марку особенно не смотрит. Однажды я просто перестал соображать, что делаю. Такое случается у многих артистов. В 1979 году я снимал сел Светланы Дружининой в сватовстве «Гусара». Ехали на площадку, и на Киевском шоссе наша машина лоб в лоб столкнулась с другой. «Я спал, очнулся уже в реанимации, перелом позвоночника, месяц лежал на доске на вытяжке. Меня тогда похоронили, сообщили в прессе, что я умер, вспоминал актер много лет спустя». Но вернемся к тому, что происходит сейчас. Видимо, не только на марку авто не смотрит Михаил Сергеевич, но еще и на знаки. В соцсетях даже появился термин «мошкетерская парковка», означающий различные нарушения Боярского на дорогах. В сети можно найти множество кадров, как он парковал свое авто на набережной Моге, на тротуаре, либо около моста, что запрещено правилами. Нашумевший случай произошел в центре около конюшенной площади, когда артист бросил авто и пошел в аптеку. Позже сын звезды объяснил, что папе стало плохо, а все штрафы он оплатил. Также сообщали, что любимый артист попал в смертельное ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как позже выяснилось, просто кто-то решил пошутить, Петя назвал номер автомобиля Боярского, сказав, что тот наехал на пешехода. Информацию об этом ДТП, которое распространили СМИ ложное, своего подтверждения в ходе проверки она не нашла, прокомментировали в ведомстве.